Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Добрый день, мои дорогие! Рада приветствовать на моем канале всех единомышленников. И хочется задаться вопросом, придет ли с приходом Трампа конец пропаганде ЛГБТ, конец маразму климатическому, который заставляет нас всех отказываться от мяса, от продуктов натуральных, переходить на какие-то абсолютно неадекватные источники энергии, запрещать себе лишний раз смывать унитаз, экономить воду и воздух, и все на свете. Вот весь этот экологический маразм, миграция нелегальная, естественно, конец ли войнам. Вот все то, что Трамп обещал в своей предвыборной гонке, в своей повестке, в своих планах, действительно ли сейчас это все произойдет? Вот эти замечательнейшие, такие прекраснейшие, как говорится, ожидания, будут ли они исполнены? Давайте немножечко посмотрим вообще, а что происходит, как нам можно, какие нам можно выводы уже по первым дням, как говорится, после победы Трампа, хотя даже он еще не вошел на престол, так скажем, но все-таки, все-таки, что мы слышим по, как говорится, по новостям, да? Ну, во-первых, очень важно, я считаю, все-таки обратить внимание на то, как реагирует Путин. Если мы говорим о неком мире, который планируется Трампом, да, о неких процессах все-таки остановки этого конфликта, то прежде всего нужно понимать все стороны, как вообще смотрят на то, что пришел Трамп. Мы уже знаем, что Зеленский первым позвонил, да, когда узнал о победе Трампа, Путин очень долго тянул и не поздравлял, несколько дней после того, как поздравили практически все, Путин дотянул до последнего, и вот мы видим, как на Валдае он дал трехчасовую, практически, можно так сказать, конференцию, где в итоге, в итоге все-таки рассыпался в комплиментах Трампу и сказал, что, в общем-то, рад его поздравить. То есть мы видим, что вот такое какое-то потепление в отношениях намечается. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, я вам могу сказать, его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня произвело это впечатление. Он мужественный человек оказался. И дело не только вот в поднятой руке и в призыве бороться за свои, за их общие идеалы. Дело не только в этом. Хотя это, конечно, знаете, на драйве, на таком всё, как бы... Человек проявляет себя в условиях, в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя. И он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом, мужественно, как мужчина. Что касается политики, вот в первой итерации, не знаю, он услышит, но я скажу, пожалуй, здесь, говорю искренне, абсолютно. У меня такое впечатление, что его затраили со всех сторон, не давали ему пошевелиться. Он боялся шаг сделать, влево, вправо, лишнее слово сказать. Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Но для него это всё-таки последний срок. Ну, что он будет делать, это его вопросы. Но то, что говорилось публично до сих пор, в основном, я не хочу сейчас комментировать то, что было сказано в ходе избирательной борьбы, и я думаю, что сказано сознательно в борьбе за голоса избирателей, но неважно. То, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажут доверие американский народ. Так будет действительно и на практике. Кроме того, правая рука Трампа, Илон Маск, который сейчас, в общем-то, очень много говорит и выступает, и мы сейчас ещё о нём поговорим, конечно же, несколько высказываний обсудим. Так вот, Илон Маск заявил в сети Икс, в бывшем твиттере, в своей сети, что скоро бессмысленным убийством придёт конец. Это прямая цитата. Время поджигателей войны вышло, пишет он. И выяснилось, что на телефонном разговоре между Трампом и Зеленским присутствовал также Маск. И, в общем-то, была слета информация, она была напечатана в Newsweek. И Маск её откомментировал, говоря о том, что в этой беседе обсуждалось создание, в общем-то, как условие окончания конфликта между Россией и Украиной, обсуждал создание 800-мильной большой линии демилитаризованной такой зоны и по линии фронта между Украиной разместить войска Британии и неких европейских государств, например, Польша, да, и вот создать такую длинную демилитаризованную зону. При этом за Россией якобы должны остаться все уже под контрольной ей территории, а Украина якобы, опять же, останавливает интеграцию в НАТО на ближайшие 20 лет. Вот такую информацию сейчас слил нам Илон Маск. Друзья, что здесь сказать? Конечно, ещё абсолютно глупо и слишком рано делать какие-то конкретные выводы. То есть мы не имеем по факту пока ничего официального, мы не знаем, чем это всё закончится, на что пойдут, на что готовы пойти обе стороны, где тот максимум или тот минимум, на который и та, и та сторона готова пойти, и сможет ли действительно Трамп найти вот этот консенсус для обеих сторон. Мы пока ничего не можем никаких выводных делать, но у нас с вами хотя бы появилась надежда. Факт налицо. К власти пришла группа людей, которые не заинтересованы в этой войне, которые хотят, чтобы это всё окончилось, которые заинтересованы в торговых, коммерческих отношениях и действительно хочет восстановить мир и отношения более такие уже экономические, коммерческие, между странами. Вот. И уже говоря о всей остальной глобалистской повестке, которая, в общем-то, в описании Трампа должна будет теперь потерпеть крах, да, например, очень интересный момент, вот посмотрите. Одна из самых актуальных задач не только для нашего движения, но и для нашей страны в целом сегодня, это речь идёт о решительном разгроме обмана климатической истерии. Уровень океана повышается, да, он повышается. Какое случается? В течение 300 лет мы увеличим толщину океана на сотую долю дюйма. Ой, как страшно. Представьте иметь небольшую собственность на берегу моря. Это ужасно. Нет, это обман. Это всё полный обман. Это просто безумие. Они хотят, чтобы мы использовали ветер, прерывистый ветер. Дорогая, я бы хотел посмотреть на тебя, когда ты захочешь вечером послушать по телевизору президента. Ты не сможешь этого сделать, потому что нет ветра, ветер не дует, он просто не дует. Сегодня вечером не будет телевизора, дорогая, ветер не дует. И, кстати, наш дом, дорогая, потеряла около 30% своей стоимости, потому что мы находимся рядом с ветряной мельницей, которая производит много шума, убивает наших птиц, разрушает наш ландшафт. В остальном это чудесное место. Люди, вы все просто сумасшедшие, вы сумасшедшие. Вы радикальные, климатические радикалы. Я не думаю, что они действительно имеют в виду именно это. Они не могут об этом думать, потому что это слишком, это просто сумасшествие. Речь идёт уже не только о запугивании американской молодёжи. Это разрушает американскую экономику, это ослабляет наше общество и потрошит наш средний класс. Это действительно ранит нас. Мир вовсе не развалится, наше будущее вовсе не умирает. Мы должны победить климатические мастификации, раз и навсегда. Вы помните, как они сказали, что нам всем осталось жить всего лишь 12 лет? Этот срок уже прошёл 4 года назад. Вы помните? Они сказали, что нашей земле осталось 12 лет. Странно, но мы всё ещё здесь. Ой, а что случилось? Что же случилось? Они сказали, что это климат. А я сказал, да ладно. Настоящая проблема заключается в ядерном оружии. С ядерным оружием у нас может быть всего лишь 6 месяцев. Даже не 12 лет, а 6 месяцев, понимаете? Вы говорите о глобальном потеплении. Вот оно, настоящее глобальное потепление. Это ядерное оружие. Очень радует тот факт, что команда Трампа высказывается абсолютно критично в отношении климатической повестки. Трамп не считает, что действительно на планете идёт резкое потепление, резкое изменение климата по причине того, что коровы пукают, по причине человеческого фактора. То есть ни Трамп, ни Илон Маск не поддерживают эту теорию. То бишь не поддерживают теорию замены натурального мяса, натуральных продуктов, яиц, молока и так далее на какую-то искусственную составляющую. Об этом они говорят прямым текстом, что Трамп, что Маск. Люди не воспринимают всерьёз идею о том, что нужно есть меньше мяса, потому что в нашем обществе полно пропагандистов, которые утверждают, что животноводство — это главный источник глобального потепления. Да, это чушь. Это неправда. Чушь собачья. Это сейчас звучит как бред сумасшедшего. Сейчас все говорят, что нужно есть меньше мяса, что мясо вредно. Ты можешь есть столько мяса, сколько захочешь. Это не имеет значения. Скажи это. Скажи это вслух. Скажи всему миру. Да, конечно. А если кто-то скажет, что это имеет значение, я отвечу, как вы это измерили. А если ты даже не можешь это измерить, то это чушь. Чтобы вы понимали, до чего довели уже мир, абсолютно сумасшедшие ультраглобалисты в лице Демократической партии США, The Guardian как раз на днях выпустил статью, на днях до того, как победил Трамп. Вышла статья в The Guardian, которая со ссылкой на якобы научные исследования сообщала, что выкидыши и нарушения формирования плода случаются, оказывается, из-за климатического кризиса, друзья. То есть повестка вот этого года уже начинала вбивать люди в мозги, что все болезни уже от климатического кризиса. Понимаете, в докладе говорится, что растущие экстремальные климатические явления приводят к большему количеству выкидышей преждевременных родов и когнитивных нарушений у новорожденных. Все, климат виноват уже во всем, понимаете. Например, исследование в Индии выявило удвоенный риск выкидыша беременных женщин, страдающих от теплового стресса, в то время как другое исследование в Калифорнии проявило значительную связь между длительным воздействием тепла и мертворождением и преждевременными родами. Послушайте, ну какой-то, я не знаю, ну понятное дело, что если человек попадает в невыносимые условия, где 50 градусов жары и находится под солнцем в течение, я не знаю, без воды, без ничего там в течение целого дня, то уж беременная, не беременная любому станет плохо, послушайте, ну любому станет плохо, понятное дело. Но связывать потепление климата на плюс 2 градуса в глобальном плане, если мы говорим, да, с выкидышами и мертворожденными, ну в общем, короче, вы поняли, да, к чему все это ведется. Так вот, радует тот факт, что сейчас пришли, пришла та команда, которая это не разделяет, да, хоть что-то, хоть что-то радует. Ну и напоследок хочется поделиться очень интересным моментом, смотрите, как поменялась риторика, значит, в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, внимание, значит, до прихода Трампа и после прихода Трампа. Значит, Нью-Йорк вообще славится своим очень левацким, значит, настроем, да, там всегда правил мэр-демократ, и, в общем-то, там все такое очень либерально-демократическое, очень левацкое. И все вот эти законы, значит, касательно миграции, поддержку нелегальных миграторов, финансирование нелегальной миграции, значит, всех сюда, всех сюда, и, конечно, граждане коренные, кто там живет, они в диком ужасе и шоке, очень многие убегают оттуда. Так вот, до прихода Трампа новый, еще один новый закон, значит, они сделали просто вслушайтесь в это, слушайтесь. Значит, в Нью-Йорке был закон, который запрещает перебегать улицу в неположенном месте, вне разметки для пешеходных переходов и на красный свет. За это были большие штрафы. Так вот, эти самые леваки, эти самые глобалисты в Нью-Йорке, да, мэр вот этот вот, решил аннулировать данный закон по той причине, по той причине, что 92% нарушителей этого закона, то есть 92% людей, которые были оштрафованы на протяжении всей истории существования этого закона, за перебег улицы в неположенном месте на красный свет, создавая риск как для машин, так и для самого себя. Так вот, 92% этих нарушителей были темнокожими. И этот закон посчитали расистским. Вот закон расистский, понимаете, и для того, чтобы не было в Нью-Йорке расистских законов, которые якобы штрафуют только темнокожих, понимаете, вот, этот закон отменили и разрешили всем переходить улицу где угодно. Вот такой абсолютный сюр и абсолютный маразм царил в Нью-Йорке. И вот приходит Трамп. И буквально через пару дней после яркого этого, значит, заявления Трампа о своей победе, после всех событий, да, вот что мы видим. Ну, это прям очень интересно. Посмотрите, друзья, значит, Нью-Йорк сворачивает свою пилотную программу, по которой мигрантов, нелегалов размещали в отелях и выдавали им ваучеры на еду за счет американских налогоплательщиков. Что ж, наконец-то граждане, уставшие от того, что их налогов не улучшается, состояние страны не улучшается, госструктуры не улучшаются, больницы и вообще весь сервис, который они хотели бы получать, да. Но идёт все вот эти налоги гигантские, которые граждане платят, всё это шло на содержание вот этих людей, да, на всех этих якобы несчастненьких мигрантов нелегальных, которые прут и прут уже тысячами и тысячами, да. И вот несчастные, значит, граждане Нью-Йорка из своих карманов просто обязаны были их содержать, просто принуждены были вот этим заниматься. И плюс к тому, содержая их из своих карманов, подвергаться постоянному бандитизму, значит, кругом вот эти вот бомжи, наркоманы, нападения, воровство, вот это всё ещё и терпеть, да. И вот по факту мы видим, как всю эту программу резко начали сворачивать, как говорится, феста, феста у нас праздник. Также нужно отметить яркую анти-трансгендерную повестку, которую проводит красной чертой сейчас Илон Маск и, естественно, Трамп, которого он спонсировал, так как сам по себе Маск столкнулся в жизни с очень тяжёлым, как говорится, в своей жизни событием. Его дочь, которая раньше была сыном, прорвала с ним всю связь, все контакты, то есть он был против её трансперехода, вернее, это мальчик изначально был, но в 18 лет он решил сменить пол. И для Илона Маска это было серьёзным ударом, то есть он именно после этого начал ярко поддерживать Трампа и ярко бороться против трансгендерной пропаганды в школах, в университетах, вообще в учебных заведениях в Америке. Так вот сейчас именно эта повестка с приходом Трампа и Маска и их команды будет, безусловно, претерпевать крах. И первая новость, которая вышла по этому поводу, это то, что сама сменившая пол дочь Маска по имени Вивьен хочет уехать из США из-за победы Трампа на выборах и ярко высказалась в своих соцсетях. Она написала, я не вижу своего будущего в Соединённых Штатах, даже если Трамп пробудет на своём посту всего 4 года, даже если законы о борьбе с трансгендерами волшебным образом не вступят в силу, всё равно люди, которые добровольно проголосовали за это, в ближайшее время никуда не денутся, поэтому я здесь жить не хочу. Илон Маск женился на матери Вивьен, писательнице Джастин Уилсон в 2000 году. В 2022 году сын Маска Уилсон, Ксавье Александр Маск, официально сменил пол и имя на Вивьен Дженна Уилсон. Трансгендерная дочь миллиардера объясняла смену имени желанием избавиться от любой формы родства со своим биологическим отцом. Но и кроме всего прочего, конечно же, самой яркой новостью последних часов, можно сказать, является новость о том, что Трамп поручил именно Роберту Ф. Кеннеди-младшему подбор чиновников в сфере здравоохранения, как передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Что это значит, друзья? Здесь на ютубе я не могу вам прямым текстом говорить, что это значит. Сами понимаете, по каким причинам. Потому что многие из вас, я думаю, в курсе, кто такой этот человек. И в курсе его абсолютно отважнейшей борьбы на протяжении всех этих лет против тех самых процедур. Это человек, который именно настроен на то, чтобы полностью-полностью переформатировать медицинскую систему, систему здравоохранения Америки и всего мира, разоблачая всю ложь и обман и все то, что там творится. Обзор о том, что собирается конкретно сделать Кеннеди и что входит в его планы, я выставила на моем закрытом канале на площадке Boosty, потому что здесь об этом говорить нельзя. Вот такие положительные моменты, которые я сегодня вам хотела показать, рассказать, чтобы не совсем уж, как говорится, все время негативить, как мне многие пишут. Вот у вас один негатив, а где позитив? Ну вот вам позитивчик, он есть. Он есть, и мы должны смотреть с позитивом на происходящее событие. Никого, как говорится, не возводить в святые, понятное дело, что мы не обожествляем ни Маска, ни Трампа. Я уже очень много по этому поводу делала выпусков, но мы должны понимать, что все-таки из двух зол граждане Америки действительно выбрали лучший вариант. Выбрали наименьшее зло, которое на данный момент пока делает те вещи, которые действительно нужны обществу. Но сегодня вот был такой позитивный ролик, чтобы мы понимали, что все-таки есть и какие-то хорошие изменения на сегодня. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, подписывайтесь на мой канал на площадке Бусти, где я вас жду, и вашей подпиской там вы поможете в моей работе и получите доступ к закрытым эксклюзивным материалам. Спасибо вам за внимание. Пожалуйста, лайкайте, репостите в этом, очень помогайте моему каналу. Спасибо еще раз и до встречи. Спасибо. Спасибо.